Заплати всего 25% от суммы, и новые кроссовки сразу твои, а дальше оплачивай их равнозначными ДО-ЛЯ-МИ. ДО-ЛЯ-МИ. Новый способ покупок без комиссии и переплат. Установи приложение ДО-ЛЯ-МИ. Дело было пару недель назад. На этом острове было несколько кланов, которые образовали один большой альянс. В бою их победить было невозможно. И тогда я придумал масштабный план коварного обмана по разрушению их изнутри. Кэп, почему-то Кракен, который был у нас в альянсе, открыл по нам огонь. Мы сейчас потеряли шесть бойцов на фарме. Ты уверен, что это были они? Да, я видел это своими глазами. Тогда у нас больше нет альянса. Собираемся! Гладиатор, ты с нами? Конечно, с вами. Тогда подходи к нам, расскажу план действий. Именно этого я и добивался. Я думаю, что то, что я снял, заслуживает вашего внимания. Сил в данный контент было вложено огромное количество, и от каждого вашего лайка зависит судьба подобных роликов. Давайте побьем этот чертов рекорд и наконец-то соберем 200 тысяч лайков. Всем приятного просмотра. Мое удивительное выживание началось возле этой прекрасной речки. Тут я собирал вкуснейшую тыковку и кукурузку. А после этого я собирался отправиться в очень большое путешествие. И совершенно внезапно, откуда ни возьмись, появляется Руф Кемпер. Блин, он же попадет в меня когда-то, по-любому. Или нет. Попал, офигенно. И этот Руф Кемпер отправляет меня вот на этот маленький островок. Скорее всего, это была судьба. На самом деле, я подумал, что этот парень меня зафигачит, но карты были на моей стороне. Я спокойно добираюсь до этого острова, где успешно даже умудрился познакомиться с его жителями. Вообще, у меня была идея предложить им свои топовые услуги. Но, видимо, этот парень был не заинтересован в этом и просто убежал. А этим же временем, далеко в море, я замещаю большую лодку, возле которой плавают два маленьких пикселя, похожих на сумочки. Может быть, там хотя бы топка осталась? Я плыву к лодке. Где лежат две сумки? Возможно, что-то тут есть. Давай, что-нибудь мне. О-о-о! Так это хорошо! Ну-ка, а тут? О-о-о! Это очень хорошо! Большая лодка для меня послужила хорошим билетиком на то место, куда я и хотел отправиться. Именно там я планировал отстроить свой небольшой бизнес. Но проплыть далеко я не смог, потому что у меня кончилось топливо. И тут меня настигает пират. На самом деле, когда ты видишь такую картину, ты понимаешь, что ты обречен. Но после убийства меня его моментально настигает карма, и он самоликвидируется. Он умер! Он умер! Он умер! Блин, пожалуйста, пожалуйста, я должен тут встать. Блин, это недалеко. Это недалеко, по идее. Пирата за пирателем. Он стрельнул за жигалки. Убил меня и сгорел. Пожалуйста. Игра. Дай мне шанс. А по пути туда я встречаю снова этого же паренька, который меня не убил на острове. Сейчас он стоял на крыше и целился в меня, и я подумал, что он меня убьет. Но он оказался добрячком. И это был его правильный выбор. Потому что если бы он меня убил, я бы сюда вернулся. И не дал бы им спокойно жить. Этим же временем я успеваю первым доплыть до наших трупов и залутать его помп на зажигательных патронах. Капец он! Красавчик! Но лодочку пирата я тоже конфисковал. Меня ждал дальний-дальний путь. Самый изнейший помп в моей жизни. Как раз собирался в сторону мусорки ехать. Вот это чувак-герой просто. Самоликвидировался. До пункта назначения я добрался к глубокой ночи. Которую, естественно, решил переждать, стоя в сейф-зоне возле рыбацкой деревни. Ждем кэбэ. Киляемся. Идем фармить дерево. Звучит как что-то гениальное. А пока я притворялся афкшником, клановые игроки передавали друг другу лут. Который я успешно йонькнул. На самом деле, в этой рыбачке происходили странные вещи. Например, этот парень, когда поднимался, просто споткнулся и упал. Да уж, нам с этими ребятами было очень весело. Но потом они поехали заниматься своими делами. А у меня на этот вайп тоже было очень много планов. Поэтому я собрался строить свой первый домик. Домик, домик, будем строить мы. Блин, тут идеальное место вообще. Я бегал по этому острову в поисках дерева, как вдруг натыкаюсь на какие-то клановые базы. Но интересны были не они, а тот челик, который остраивал маленькую кибитку неподалеку от меня. Я, взяв с собой мачету, отправляюсь к нему в надежде, что смогу его впоймать. И подслушиваю интересный разговор. Удивительно, как два русских человека пытаются общаться друг с другом на английском языке. А еще больше удивительно, как они друг друга понимают. На самом деле, с мачетой я туда побежал, чтобы просто разведывать обстановку. Чтобы потом вернуться туда с помпом. Этот бот очень странно на меня смотрит. Как будто я ему что-то сделал. Этот чувак-то по-любому что-то перевозит, правильно? Непон. Блин. Лестницы, чтобы попасть внутрь, у меня не было. Тогда я решил дождаться, когда же он вернется и откроет мне эту дверь сам. Так, он едет домой. Ух ты, ё! Да, тут бус нужен. Ну, я поехал отсюда домой дом строить. Ну, я запомню это место. Офигеть тут ресов. До свиданец, до свиданец, до свиданец. До свиданец. Конь. Не подводи, пожалуйста. Ну, а свой дом я решил построить неподалеку от того самого места, где отстраивалась эта вышка. Прям возле ранча. На старте мне казалось, что это будет самое идеальное место. И фармить не пришлось. О, так это место еще идеальное. Мало того, что между всех ртшек, так еще и возле ранча, который мне очень нужен. По всей видимости, они пытались найти мой дом, и я снова убиваю типа с пешкой. Лежать. Так, погнал я забирать все-таки свои ресурсики. Ну, а пару минут спустя, я был уже в рыбацкой деревне, где лутал свою сумочку, в которой было немало так нужного лута. Меня все не отпускал это соломенный потолочек, и тот факт, что я мог туда попасть. Тем более, на этой вышке уже сидел чувак в топ-сете, который меня и убил. Короче говоря, в ближайшее время у меня в планах было нафармить лесенку. Блин, че так темно в этом маяке. Раньше ж не так было. Бочки я рублю, чтобы лестницу найти. Ну, скрапа мне, кстати, может быть и хватит сейчас, чтобы изучить вкусняшку. 250 скрапа просто, халявы. Блин, ну тут столько домиков, просто пахнет хорошим местом. Для того, чтобы реализовать мой гениальный план. Ну-ка, лестницу. Сюда просто лесенка. Все. Все, сейчас три бочки фармлю, 20 веревок пауча, иду рейдить типов. Точнее, рейдить его башню. Взяв с собой админскую мачету, я без труда нафармил себе эти самые нитки. А пока я перерабатывался, я заметил, что клановые игроки, очевидно те самые, которые построили вышку, рейдят какой-то домик. Стоп. Я правильно понял, что у меня есть время, чтобы залезть к нему на вышку? Не теряя ни секунды, я возвращаюсь домой и ставлю лестницы на крафт. Ведь понимаю, что это именно то самое время, когда я мог бы попасть к нему на вышку. Ой, они продолжают рейдить. Блин, он поставил наверху двери. Так. О! Оп. Оп, я внутри. Тут ничего нет. Я не знаю, как он не заметил этот соломенный потолок, но это была его большая ошибка. Уничтожив шкаф, я подумал, что просто заруиню им вышку. Но потом в мою голову пришел гениальный плен. О! У меня есть плен. Ха-ха-ха-ха. Сейчас я тут свои дверки поставлю. Блин, надо было шкаф все-таки сверху ставить. Короче говоря, суть моего плена такова. Я ставлю дверь и кодовый замок. Жду, когда он придет и начнет кликать в дверь. И тогда дверь внезапно открывается. Ну а дальше уже все совершенно очевидно, не так ли? Но мне оставалось дождаться, когда же они закончат рейд. Но тем не менее, на этой вышке мне было сидеть совершенно не скучно. Ведь тут активизировался сосед, с которым они договаривались о мире. Так, для чего-то ему очевидно нужна эта вышка. Ах да. Шкафчик я все-таки решил переставить на третий этаж, чтобы его точно никто не нашел. Все, можно ждать гостей. Ха-ха-ха-ха-ха. Ну если он принесет мне калаш, это будет эпик. Блин, как бы так с ним поговорить, чтобы он не узнал мой голос. Вот этот сосед. Может он типа... Слышь, мы тут это... Зеленку новую создали. Не-не-не-не, не пока. Палец, да? Очень. И вот так. Слышь, мы тут зеленку новую... Не, это вообще 100% нет. Не-не-не-не. Твой голос все такое узнает. Попробуй на вдохе поговорить. На вдохе попробуй поговорить. Вот так вот ты говори. Вот так вот. Вот так вот поговорить. Давай-давай, так я вот не понял. Смотри, короче, мы тут зеленку новую создали. Ха-ха-ха-ха. В этот же момент у меня был план в плане. Я решил развести этого соседа, притвориться клановым игроком и проникнуть в его шкафчику. Эээ, сосед. Сосед, слышь. Да, давай, друг. Да ты можешь дома сидеть, слушай. Тебе это... Тебе сказали, что мы новую зеленку создаем? Мы, может, добавим тебя скоро. Ну, благодарю, ребят. Ну, ща там пацаны рейдят, мы тебя добавим потом. Спасибо. Да, не за что. Мы тут, короче, решили вышку построить, чтоб, если что, как бы, весь остров этот забрать себе. Скоро будем стенками ограждать тут дом. Блин, как тебя огородить потом, непонятно. А ты что, в соло, что ли, играешь? Пока в соло, там, кинтурка на работе. Понял. Судя по всему, этот парень меня не узнал. И он подумал, что я действительно владелец этой вышки. Но мне важно было не спалиться. Я хотел проникнуть в его дом и посмотреть, что находится у него внутри. Ну, блин, если что, мы либо тебя большим кругом огородим, либо придется... Либо ты поставишь стенки, либо там нас авторизуй в шкафу, чтоб мы могли строиться тут. Ну, я авторизую. Вот ты даже сейчас вот это закончишь, этот движ, поэтому подойдешь, я... Да то... Да то наши пацаны рейдят, забей. Тут врагов нету. Ты можешь сейчас авторизовать, чтоб я мог, если что, это... стенки поставить. Ну, на этом серваке я играл с пацанами, потом пачка разбавилась, мы перешли туда на мисс 3. И вдвоем катаем. Так, из редка, это я так не шел просто. Понял. Ну, ты, короче, это... Сейчас, сейчас я спущусь. Офигеть, я разрешаю. Офигеть, это что за скам? Мне важно было спуститься так, чтобы я не сломал ноги, чтобы не вызывать подозрений. Мы тут построили деревню свою. Ну, разряди вначале. Ты все разрядил? Да, все, все. Это один, мне пока приходит. А, ну, пойдем. Просто пробует со всех сторон. Знаешь, как... Мы вначале думали, думали, что тебя рейдить будем, но потом смотрим, нормальный пацан вроде. Чувак, он меня впустил домой, что это за бред? Ну, отлично. Ну, все, я авторизовался, в принципе. Если что-то надо будет, там, скрафтить у меня все есть. Я, кстати, скрафтить что-нибудь? Все открыто, я тут же еще... Могу в гаражку тебе скрафтить? У меня все открыто. Здесь все верстать. Ну, все тогда. Отлично, понял. Я у него рез и потырю. Там, например, будете добавлять в пачку мои кути, если не будет сложно. Да, да, да. Сейчас ребята до рейдят там. Я просто сижу, чтобы тоже это... На вышке смотрю. Типов тут высматриваю. Ну, хорошо, я тогда сейчас пойду своим сгоняю. Они там до рейдили уже. Привет. Чувак, просто я у него 11 микросхем украл, 4 корпуса, 4... На калаш на СМГ по 4 штуки, 3 корпуса на берду. Пойду-ка домой сгоняю, отнесу все. Это такой план-скам, просто жесть. Ой, прикинь, как чувак удивится, когда он сможет, что я левый пик. Интересно, а чувак заметит то, что я у него чуть-чуть компонентов подергал? Честно говоря, такого в Расте я еще никогда не делал и никогда не видел, чтобы просто рандомный челик тебя так впускает домой. Я был просто в шоке. Теперь я был шпионом, который внедрился в альянс тех ребят. Но это было только начало чудес. Я снова вернулся к этой башне, ведь я понимал, что калаши скоро вернется, почистил за собой следы и начал ждать. Опа. Сюда, нафиг! Я думаю, надо уходить с этой вышки. И как можно скорее надо уходить отсюда. Но вначале надо отбиться от типов, которые уже сюда идут по-любому. И стоило мне убить только одного лишь в башне, на меня выбегает целая орда, которые явно были серьезно настроены. Я не знаю, что делать. Оу! Илюха, мне нужна холпа. Куда? Да, буду всем срочно. Я был загнан в угол и понимал, что застроиться в случае чего у меня не получится. И именно в такие моменты во мне просыпается режим берсерка. в угол в угол Алибои! ОМГОД! ПЛИЗ ДОП КИЛММЕ! Я хочу жить здесь! Я френдую! ОМГОД! 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 Я всех убил! Еще один! Под хатой один был, под хатой Еще один убил! Убил! Я с нейлом сейчас! Это я с нейлом! Это не я! Окей Ещё убил? Ты где? Я подбираюсь, подбираюсь к тебе Прогу В ходу Ещё убил? Ещё убил? Лутаю Ты где? Ты лутаешь? Лутаю в проходе, да 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 Ещё убил? Хорош Ещё убил? Хорош Чувак, лутай, лутай быстрее, лутай быстрее, калаши всё лутай А где калашики, бро? У меня, у меня вот топ-сеты, у меня топ-сеты Всё, я тут хайзик вижу Ты стреляешь? Да Берд золотал Чувак Лутать топ-сеты, пожалуйста Они у тебя там на себе где-то, да? Ты? Это ты с пушкой? Нет, 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 я прыгаю с пушки, вот тут прыгаю голый, да Это я смотри Давай пати кину Иди сюда Уходи, уходи, уходи Топ-сеты валяются вот здесь, смотри, вот топ-сет Сразу с него цепляй и уходим Я ухожу, чувак У меня четыре калаша, пять Я ухожу в ранче Чего-чего, но такого исхода событий я точно не ожидал Я никак не мог поверить, что я в соло раскидаю целый клан При том, что они все были с калашами в топ-сетах, а я был один и загнан в угол Как хорошо, что ты оказался на этом сервере Просто как хорошо, Илюха Как ты оперативно мне помог Я раздел только что клан Я, наверное, кильнусь тут просто Они еще раз пришли Что? А он облутал себя там с калашом Хэллоу, ребята Я могу жить здесь? Или что? Еще убил? Тебе надо лутать идти Типа Ха-ха-ха Это... Их вышка стала криптонитом, понимаешь? Против их же самих Может они рейдить ее, придут? Придут Ну а чтобы не вызывать подозрения у моих новых соседей Мне нужно было импровизировать Тут, короче, клан какой-то пришел Я тут убил клан Какие-то левые типы пришли Вот мы сейчас с ребятами, вот они с крыши отстреливали, слышал? Да, ну это по мне тоже стреляли Это они же Да, да, да Хотя тут двери открыты внизу Да, я знаю, я сейчас убил просто всех Ща, пока не до этого Я пока контрю Самое забавное было, что те двери Которые были открыты Закрыть я не мог, потому что у меня не было их пароли Поэтому этот момент я пытался оттянуть как можно дальше Я только швышку построил Слушай, может тебе венок? Не, у меня болт есть 8x, поэтому нормально Чувак не понимает, что я вообще левый тип Я могу помочь, если надо просто Я ж не в пачке Я не вмешиваюсь Я не знаю, пока можно стрелять Пока нельзя Не, пока помощь не нужна, я уже всех убил Они уже все Я могу подносить, лучше носить, ты будешь его убивать Знал бы этот добрячок, что я убиваю его друзей, которые предлагали ему альянс И что я не тот, за кого себя выдаю Давай я тебя в пати пока добавлю, потому что тут Типы поливали уже серверы мои У нас пока двое осталось Если вы не будете против, если там кореш потом подойдет Да не, не будем против Я тебя добавил Если что, там кричи Я приду, помогу обязательно Блин, мой тиммейт еще, видишь, пароли от этой двери другие поставил на эффект Блин Ну вот он спит Нафиг он вообще другие пароли поставил Но я сейчас у него узнаю, закрою двери Ну пока пофиг на них Этот кракен был настолько наивен, что он верил каждому моему слову Мой шпионаж проходил успешно Но оставаться долго на этой вышке я просто не мог У меня лежало тело с огромным количеством калашей Которое я должен был подсейвить Может тебе рядом домик тоже построить со мной? Да, лишь бы сейчас меня никто не увидел Заходи, Фастон У меня места столько в доме нет И дерева столько нет Ботинки сними Так я не топаю, я не двигаюсь Все равно сними на всяких случаях Блин, это не твой, который Стефан этот? Спроси, Стефан это ты? Стефан это ты? Аж это он Это не он И если это был не Стефанов, то было очевидно, что скорее всего нас выследили И хоть этот домик был из кирпича, но два на один задефать было бы очень сложно против такого клана Ну а чтобы убедиться, я выпускаю голым Илюху, чтобы он узнал, кто это такой Кто это? С черкой сидит, блин, дверь открыта, мужик Я закрыл Он у тебя между дверей сидит Да пусть сидит Илюха встал и никого увидеть не смог Поэтому мне пришлось келяться, чтобы отформить немного дерева и построить небольшую буферную зону Потому что чирка – оружие непредсказуемое Она может ваншотнуть и топ-сет И тогда бы я потерял все, что я у них забрал Чувак Это он, да? Это чувак с большого клана Эти леса дают и хату перестраиваешь Я знаю, что делать в такой ситуации Это парень был один из тех, кто пытался штурмом забрать мою вышку Ту самую, которую я у них украл И сейчас я понимал, что дело пахнет рейдом Но я же не зря построился возле ранчо Я был на 3 шага впереди Они сейчас по-любому придут рейдить Потому что он не просто так тут оказался Он видел как мы походу заходили домой Мы с Илюхой полностью забиваем Наши инвентари топсетами И пушками которые мы выбили И отправляемся келяться в ранчо Все готов? Выходи ты первый выйдешь Нет никого? Есть сидит Убивай! Ладно Пойдем в ранчо Только надо круг делать Все это тот тип у которого башню украл Лахма Они вычислили Здесь мы с помощью кела могли полностью подсейвить наши ресурсы Без страха что их кто-то заберет И у меня появилось время Целый час чтобы построить новый дом Ну и дабы очередной раз не спалиться Я меняю скин кирпича на обычный камушек Сейчас уже светать будет Так что Я уже киба построил Лишь бы никто не следил сейчас за мной Я даже первый верстак оттуда забрал Наши ресурсики все еще лежали в целостности и сохранности Но все же чтобы они не пропали Их нужно было отсюда перенести Закрывай Все Так хоп Какая же вкусняшка тут жесть Так я хочу сделать вид что я тут все таки живу А эти ребята все продолжали приходить ко мне под дом И они явно что-то замышляли Я его убил Все теперь они точно уверены что это мой дом Теперь они на 100% уверены что этот дом мой А я буду подыгрывать им Но в начале сейчас на вышечке заспавнись Я бы этот дом как-то бы улучшил по фулу Потому что опасно Опасно Очень опасно Или заспавниться сейчас быстро тут Пока они думают что я там Я же его там убил Это каким нужно быть Я не знаю Флешем чтобы передвигаться Знаешь Моментально нафиг С одного места в другое Было страшно оставлять такое количество топовых пушек за одной стенкой Поэтому я отправляюсь на фарм каменных камней И по пути обратно я замечаю как машина едет в сторону моего домика Хана моему дому Я сейчас пойду фейковать жестко Где мой домик? Вот он Вижу их Все они рейдят Ой-ой-ой-ой Один минус Ну они теперь знают что я все перенес Но главный вопрос Куда я все перенес? Два их убил Меня убили Убил типа который коллаж забрал Я пытался их стереть еще раз Но к сожалению они уехали на свою базу И теперь как я уже и говорил Они знали что я все перенес Поэтому в кратчайшие сроки мне нужно было укреплять защиту моего дома Понимая что в ближайшее время они будут пытаться найти мою нычку Блин а у меня даже топора в доме нет Как жить вообще? Все спасибо Мне больше топор не нужен Это ты? Здорово Добавите нас в пачку если мы выйдем с наших Да мы Чуть-чуть Не-не-не стой пока не выходи Чуть-чуть попозже добавим Сейчас просто у нас разборки там идут Мы пытаемся понять Вообще у нас какое-то походу крыса забилась на территории Вот мы сейчас пытаемся понять кто это Поэтому сейчас зеленку создали специально чтобы посмотреть Вот Мы вам чуть попозже добавим зеленку в альбом Просто прикинь какая-то крыса поменяла Получается пароли от этой вышки И вот у меня внутри двери остались А вот эти две двери кто-то сменил вообще И мы не можем понять кто это Никто не признает Слушай вот эти парни приходили Вот эти парни приходили И я ну вы с ними перестреливались И я смотрю они открывают двери И я такой не могу понять Я думаю а как откуда у него пароли Я же говорю какая-то крыса поменяла пароли короче Я успел там на одной двери только поменять Смотри видишь Вот я не могу ее открыть Да да и вот он открывает А ты не помнишь его никакую? Он открыл вторую дверь и они забегают Солор или как его ник Он подходил к двери Блин я сейчас по последнему битву Он меня убивал я сейчас гляну Давай давай вот он может Он куда-то рез и короче из дома нашего поворовала Ну утащил Мы сейчас ищем его Подожди подожди Лохма Лохма Это убивал меня Я тебе могу сказать все их ники которые они у меня убивали Лохма сейчас еще Я так типа по 200 IQ что мы развожу сейчас У меня нигде авторизовал сейчас из дома еще? Это твист и вестерон какой-то Твист и вестерон есть у вас такие? Да 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 такие есть Лохма тоже и наш Вот я сейчас кто-то из них короче походу поменял пароли У нас чтоб ты понимал Лохма скорее всего он Видишь вот этот дом который на центре такая башня Потому что Там пароли тоже кто-то поменял Да 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 Вот мы сейчас пытаемся понять кто это Вот эти трое они подбегали и кричали твой ник чтоб ты зашел И они явно пароли меняли вот эти три человека Понял Гений просто это Я не знаю что это такое происходит но такие чуваки доверчивые Просто Биба и Боба которые верят моим словам Я был на грани те ребята меня чуть не рассекретили Но я смог выкрутиться из этого положения Возле моего домика постоянно бегал какой-то странный бомжик И было очевидно что он что-то ищет Какой-то бомж над моим домом бегает Опять Два бомжа Чтобы окончательно не спалить мой основной дом Я решаю застроить тот который они зарейдили Чтобы в будущем начать здесь плавить ресурсы Время от времени я появлялся на своей вышке Чтобы посмотреть не рейдят ли ее А отсюда у меня открывался шикарнейший прострел Где постоянно бегали эти клановые игроки И тут вместе с Кракеном который поверил мне что они меня кинули Мы начали вместе их убивать Да 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 убивай их нафиг Это походу вот они предатели Я убил одного иди лута его Не забей это тот который крысит лут Вообще его даже слушать смысла нет У меня всегда было опасение что те ребята смогут их переубедить И именно поэтому по возможности я старался их сразу добивать Клановые игроки явно были не в восторге от происходящего Мне оставалось только закинуть удочку и ждать свою жертву Я знал что когда то они точно придут рейдить эту вышку Попутно я пытался улучшать свой основной дом Чтобы его тоже никто не зарейдил Все тройная защита Блин Надо обычный устроить Какой кирпичный эффект дурак А ребята все больше и больше проявляли интересы И скорее всего они бы зарейдили не только меня Но и домик кракена Поэтому я оборонял их как только мог Я его убил слышишь внутри На крыше у вас Поставь стенку чтоб тебя выпускали и все И потолки сейчас в металл улучшите Потому что вас могут рейдить прям сейчас бить Я им рассказал то что они якобы меня кинули И что в моем доме были ракеты Чтобы кракен потратил ресурсы Чтобы хотя бы улучшить потолки А что с ними вообще не так Они какие то странные Понимаешь когда новеньких добавляешь в клан Вот такое может произойти Просто взяли пароли поменяли В крысу пока мы рейдили представляешь Да уж Звучало это очень убедительно Спустя 5 минут этот клан судя по всему собрался И они приехали сюда на машине Это означало одно Время рейда Хана их дома Они вышку рейдят НЕП Субтитры сделал DimaTorzok Я гений нафиг Я гений Я гений Я гений Я гений нафиг Блин меня убили Сервер завис Куда ракета улетела? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я их убил тут Плюс хилки Я их убил Я их убил Кракен Оказался на моей стороне И против этих пацанов Теперь мне было не страшно Что эти ребята прибегают И постоянно пытаются с нами поговорить Я был уверен Что Кракен на моей стороне Что давай поговорим Поговорим Я его убил Если еще Ну давай Давай добавлю вас Давай добавлю вас Да какой поговорим Он приходит с пешкой Убивает меня А потом говорит Давай поговорим Смысл с ним говорить Лишний раз А ты у нас Если что Зареган Так что можешь Напрыгивать Угу Гантрав стоит Окей-окей Я их добавил в зеленку Но мне все равно Было страшно Я боялся Что они окажутся Двойными агентами И спалят в будущем Мой основной дом Ну а пока Я мог наслаждаться Этим прекрасным рассветом Понимаешь Мне даже рейдить Их смысла нет Потому что Они уже все вынесли Все что мне теперь Надо сделать Это построить Мой гениальный бизнес план Ну и Максимально защитить Типов которых Я обманул чуть-чуть Ну че поделать Ну блин Ну жизнь такая Да Я ж не виноват Я буду защищать их Клановые игроки Немного подутихли И больше к этой башне Они подбегать не собирались Поэтому я отправился Заниматься важными делами А именно Формить каменные камушки Вы наверное думаете Что за гениальный бизнес план Так вот Я планировал Отстроить огромный колизей Где будут сражаться Рыцари на булавах Но хранить ресурсы В неукрепленном доме Было очень опасно При том Что на меня Теперь охотится Целый клан Поэтому Ближайшие мои Несколько часов Контент выглядел Примерно так Наконец-то Как у меня печки появились в доме Капибарки Плавьте метальчик Капибарки Давайте Мне нужно много металла Работаем Капибары Капибарка Я тебя поглажу Давай И тебя тоже поглажу И тебя мы не обделим Работайте Капибарки За мной не прекращали следить Вот этот чувак Монтираде Это был тот самый Лахма Который строил вышку А я не планировал Уходить с этого раньше Тогда он отдал Все свои ресурсы И просто кельнулся Чтобы избавиться От подозрений Это что-то было Не мой друг Если что Это чувак Который меня рейдил Я не знаю Он как будто Следит за мной Специально Чтобы найти мой дом Постоянно бегает Вокруг моего Вот этого дома Наверху И ищет Где мой основной дом Ну походу да Есть такое чувство Знаешь Почему я так Открыто говорю Со Стефановым Потому что Он не являлся Частью моих противников Он был другом Ирила Который тоже Играл на этом сервере И в случае чего Я мог на них положиться Там тип убивает оленя Нет Нет Олень Живи Живи Знаешь Что я с тобой Сейчас сделаю За моего оленя Ровно то же самое Что ты сделал С ним Прощай Мой друг Мне было больно За этим смотреть Но я не успел Добежать Чтоб тебя спасти Это не шиза Я просто люблю животных Прошло около Трех часов Я бегу к Кракену Чтобы убедиться Что его никто не зарейдил Кракен Кракен ты дома Да 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 Мы здесь Нормально все Никто не рейдит Нет Нет Нормально все Они там приходили Что то еще пытались Рассказывать А сейчас просто бегают Иногда подсиживают А так все нормально Понял А ты можешь пропустить Ко второму верстаку А то у меня Мой дом Поменяли пароль И все Верстака нет И тут случается то Чего я точно не ожидал Пароль 7878 Заходи пользуйся Серьезно что ли Он мне даже пароль От своего дома дал Понял Спасибо Да Что надо Компоненты Метал Да не У меня Что надо Делай У меня много всего У меня Я там с них 6 калашей Или 7 калашей Выйду У меня вот Чисто доступ Ко второму верстаку И все Удивительные люди Вообще А вам надо Скрафтить гараж Не Или вы умеете Еще У меня все Все три верстака Фул открыты Я на этом серваке Залипал Немного играл А тут никогда Вайпы Происходят А открытия На верстаках Всегда остаются Уже год Или полгода Говорят так Так Ну если что Если вас кто-то Рейдить будет Вы там можете Вообще тут Спальничек Мне поставить Наверное Чтоб я мог Проснуться И я всех Раскидаю Тут Офигеть Навык красноречия Просто 199 уровня Потому что Чуваки Сами уже Думают Что я Ну типа Играл с ними Что они Меня кинули Что эту вышку Я вообще Строил Хотя я Просто ее Отжал Удивительные Приключения Соло-растера Происходят Да уж Таких Добряков Как ТТМ И Кракен В Ирисовой Вселенной Очень Немного Благодаря ним Я мог Перескочить Со второго Верстака Сразу На третий И мне Не нужно Было Ставить Второй Верстак В своем Доме Я мог Использовать Его У них Поэтому На фловом Сервере Я отправляюсь В сторону Лаборатории Где Понимаю Что Там Точно Я Что-нибудь Нафармлю Блин Ты Че Нафиг Батяры Я Испугался Чуток Может Не Чуток Сюда Че Рейдит Звуки Взрывов Мне Показались Странными Но Посмотрев По карте Я понял Что Рейдит Не Меня И Продолжил Лутаться Дальше По приезде Домой Я поставил Немного Гаражек А после Решил Появиться В доме У Кракена Че Там У вас Как Дело Нормально Уже Рейдили Уже Рейдили В смысле Да Уже Три Четыре Это Двери Пробили Мы Отбились А Кто Рейдил Мы Просто Короче Они К тебе Я Ж Че Писал Они Же Я Же Писал Что Тебя На вышке Сначала Сидели Я Убил Типа Там Они На вышку Лазили Они Хотели Там Забрать Болтовки Или Чего И Как Оказалось Рейдили Кракена Но Хорошо Что Они Смогли Отбиться Сами Я Заметил Что У Ребят Даже Нету Буферки Со Стороны Потолка Поэтому Я Решаюсь Построить Ее Сам Чтобы Их Точно Никто Не Бахнул Этой Ночью А Вообще Все Остальное Время Я Полностью Потратил На Строительство У Меня Были Грандиозные Планы На Улучшение Этого Дома Но Вначале Мне Как Минимум Нужно Было Пережить Эту Ночь И Немного Отдохнуть Кринад Часов Этого Достаточно Все Я Думаю Надо Келяться Чтоб Никто Не Знал Что Я Тут Сплю Следующий День У меня Начался С Хороших Новостей Меня И Моих Друзей Никто Не Зарейдил А Еще Я Заметил Что На Том Месте Где Я Планировал Построить Арену Появился Большой Домик Кто Это Такие Чуваки Вы Знаете Что Это Самая Большая Ошибка Доброе Утро Как Говорится Вас Никто Не Зарейдил Меня Тоже Никто Не Зарейдил Представляете Этот День По Большей Своей Части Я Решил Посвятить Полностью Строительству У меня Появились Идеи Как Полностью Обезопасить Себя От Рейда Но Вначале Я Хотел Сделать Выход На Эту Скалу Чтобы Я Постоянно Не Обегал Ее Ну И На Самом Деле Чем Больше У Тебя Выходов Из Дома Тем Намного Проще Дефаться Да Фигня Какая Что я Строю Я Не Понимаю Нет Теперь Я Понимаю Надо Лестницу Сюда Поставить И Только Я Поднял Немного Домик Высоту Как Вдруг Замечая Из-за Бугра Торчит Большой Дом И Эти Ребята Которые Там Жили Явно Были Против Моего Расширения Они Постоянно Прибегали В Надежде У Меня Забрать Ресурсы Честно Говоря Я Что-то Строил И Строил И Иногда Я Сам Не Понимал Что Из Этого Получится Но То Что Выйдет В Итоге Будет Просто Им Бой ПОТОЛ ДИНАМИ 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 Ман, ты ужасный, ман! НО СУТЕР! НО СУТЕР! Ман, ты ухудши! Ман, ты ухудши! Ман, ты ухудши! С новыми соседями мне было совершенно не скучно. Хоть я и осуждаю рувкемперство, но это лучшее, что можно придумать против таких же рувкемперов. Убил его на крыше. Через время мой домик очень так хорошо преобразился. Вы посмотрите, каким же он был атмосферным. Ман, я люблю быть абсолютно honest с вами. Испаньоло! Ла-коко де ла-боко! Мака-коко! Вока-пока-поко! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ты должен наставить моё большие пи***цы! Если ты любишь маленькие пи***цы, ман! Нет, нет, моё пи***цы очень большие! Как... Рокет-лаунчер, ман! Ты не как рокет-лаунчер, ты как Иока! После того, как мы выяснили, кто из нас лучший повар, он меня покинул. И я продолжил заниматься своим домом. И, наконец-то, благодаря Кракену и его прекрасному домику, у меня появился третий верстак. Офигеть, они гаражик поставили. Третий верстак. Сюда. Давай! Виндизель, прыгай нафиг с горы. Давай! Блин, ну в принципе, вот здесь можно будет построить арену. Место ровное. Если честно, иногда и я путался в моем доме. И я не представляю, каково было бы рейдерам, если бы они захотели меня зарейдить в онлайне. А для Капибара у меня был отдельный этаж, где они должны были выполнять свою работу в виде плавки металла. Так, здесь у меня будет зоопарк. Капибарки. Тут вам самое место. Скоро вы будете хорошенько плавить мне серку. Со временем я понял, что на мои нужды нужно очень много металла. Поэтому решился подключить, наконец-то, электрические печки. И так как я такой себе электрик, мне пришлось нанять профессионала. Ты где нафиг в моем доме, алё? Ты куда ушёл? Вот, ты куда опять ушёл? Диву, дай посмотреть дом, я хочу побегать. Ставь одну в центр, далеко. Ага, стой. Вот теперь по бокам. Ага. Там мог и поглубже их поставить. Димас, тебе надо, чтобы ящик ты ложил в ящик, оно брало из ящика руду и ложило обратно. Уже ресурсы готовы? Ну, может в другой ящик, просто, да. А, если в другой, тогда надо через две будет делать. Ну, можно в один ящик, не важно, типа. Только смотри, чтобы у меня дом не сгорел, нафиг, от перепада электричества. Ну, в любом случае, все шишки на Кирюху, если что, всё будем валить на него. Кирюх настолько увлёкся подключением, что в какой-то момент просто уснул. Эй, электрик, проснись, нафиг. Почасовая зарплата. Я тебе бабки заходил, какой спать. У меня дневной, дневной сон. Алё, Кирилл, вставай, надо работать. Кирилл, проснись, надо электрику проводить. А, это офигенно вообще. Короче, трубы мне пришлось проводить самому. Так, я правильно понял, что всё, у меня теперь всё плавится? Всё, кайф тогда. Ооо, сейчас у меня и серка, и металл будет, вообще бомба. Ну, а спустя ещё несколько часов, я наконец-то накрафтил немного экспы, чтобы зарейдить небольшие домики соседей. Но рейдить я планировал не в соло, а с моим соседом-новичком. Ооо, окей, окей. Я пойду, может быть, 5 минут. И ты можешь пойти с меня, если хочешь. Что ты думаешь о этом? О, реально? Да. Потому что я думаю, что ты солистый геймер, и ты новый геймер, и это очень интересно для тебя. Да? Да. О, wait, у тебя есть, например, пистолет или что-то, что я могу использовать для рейд? Да уж, не каждому было под силу справиться с выходом из моего дома. И, конечно, его можно было выпустить ещё через три двери, но как же за этим было забавно наблюдать. Как только наступил рассвет, я приметил небольшой домик, который мы с ним точно могли бы зарейдить. И он находился по соседству от нас. Окей, смотри на это. Давайте идем на топ. С этого дома я планировал забрать только немного металла, МВК и порох. Остальное я мог отдать этому новичку. Оу, найс! Гуд стаф. По пути домой мы в лесу замечаем каких-то типов, которые бежали с калашами на звуки взрывов, которых я сразу убиваю. Но именно тут мы и попадаем в ловушку. Оказывается, это были разведчики. А основная пачка типов была в машине. Во мне было слишком много ресурсов, и я не планировал им их отдавать. Нужно было вырубать режим берсерка. Продолжение следует... Убил! Всех, походу! Убил! Я всех убил. Ресурсики мои они утащить не смогли. Я все вернул обратно. Но в ближайшем будущем меня ждал самый увлекательный контент. Очень много фарма. Для моей арены нужно было идеально ровное место, которого рядом со мной абсолютно не было. Поэтому приходилось импровизировать. Ближайшие мои полдня выглядели максимально динамично. Я фармлю дерево, строю, покупаю чай, снова фармлю дерево, снова строю. Нанимаю работяг, чтобы те фармили дерево за меня. Долблю металлические фундаменты, строю, фармлю, строю, фармлю, строю, фармлю, строю, фармлю, строю, фармлю, строю, фармлю. Отбиваюсь от всех тех, кто приходил ко мне мешать. И еще долгое-долгое время провожу электричество. Да, для вас это буквально несколько минут. Для меня это было полдня ада. Все, это готово. Все запитано. И еще самое малость потраченного времени, и наша арена была готова к открытию. Арена будет, как только сейчас люди соберутся. Вот объясню вам немного правил. Когда арена начинается, и вы в качестве зрителя стоите внутри, не прыгайте, пожалуйста, вниз. Иначе вас могут убивать. Поучаствовать я постараюсь сделать так, чтобы поучаствовали все. Нет, призы будем раздавать последним победителям, то есть. А в качестве зрителей мы запустим внутрь. Вы можете спокойно сидеть и наблюдать за этой фигней. Типа угорает он, я не знаю. Но я думаю, будет весело. Знаете, желающих поучаствовать на арене было очень много. Вы посмотрите на это. Те, кто с калашом, те, кто с калашами, лучше наверх садитесь. В какой-то момент я немного не подрасчитал, и места на всех людей нам не хватило. Конкретно для зрителей. Поэтому пришлось еще повременить с запуском, расставить немного диванов, расставить всех по местам согласно купленным билетам. И мы могли начинать. Но есть одно но. Не все на этом сервере были довольны этому ивенту. И вы, наверное, и представить себе не можете, как же больно было за этим наблюдать. Я столько потратил времени на то, чтобы это все отстроить, как вдруг половину арены полностью сносят. И мне снова приходится все это строить. Но на этот раз я был не один. Мне помогал каждый человек, который желал поучаствовать на этой арене. Все чем-то занимались. Все формили дерево, чтобы я снова мог восстановить то, что я запланировал сделать. Вот. Сказать сними. Я не могу. 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 Два, четыре, пять, шесть, семь Все, идем коняшки Короче, все, сейчас будем проводить отбор Каждый участник получал булаву и копье Ведь первый раунд гладиаторских боев назывался «Адские всадники» Все всадники были готовы И у каждого было желание победить Ведь на кону стоял суперприз в виде нового DLC В это же время боец Илья принимал ставки от посетителей Два, окей, окей Наконец-то мы переключаемся на другую камеру Я в этот момент стою возле рубильников И мы готовы начинать первый раунд Все, так, минуточку внимания Короче, наконец-то мы провернули все это Спустя два часа мы можем начинать ивент Как только открываются двери, всадники Вы каждый сам за себя Убивайте всех вокруг Но внутри пока что не убивайте Убивайте только тогда, когда вы езжаете через гаражки Все, ребят Раз, два Поехали! Наконец-то, блин! Вот это заруба нафиг копейщиков! Давайте Один всадник минус Один парень у нас остался без лошади Смотрите на этого типа с булавой Давайте! Минус один! Минус второй! Нифига себе, он его тупо снес Кто же победит? Осталось четыре бойца И вот он он! Первый победитель! Поздравляю с новым DLC Не, это было очень жёстко Напиши один в чат, я подарю тебе DLC новая Я тебя добавил в друзья Призы раздам, как только ещё сейчас ребята поучаствуют И раздам призы после Те люди, которые побеждали схватку, садились на эти диваны Чтобы наблюдать за тем, как другие участвуют в этих битвах Но вы не подумайте, что испытание у нас было одно На следующий этап я выбрал три рандомных добровольца Которые бы хотели побывать в шкуре гладиаторов Цепляй джаггер сет И бери булаву Так, ребят Раунд номер два Джаггер рыцари будут сейчас сражаться каждый сам за себя Бринс Новая DLC с кирпичиками На, наехай! Заруба начинается жёсткая просто Победит тот, кто меньше всех получит на старте Делаем ставки, господа Я ставлю на того, кто на танцполе Кто же из них захочет первым Напасть на своего собрата, джаггер брата И так он... О, хэдшот! Он уверенно шёл вперёд, чтобы уничтожить своего соперника Так, а куда спрятался третий? Сражаемся, сражаемся, чё боимся? На! Ха-ха! И это был завершающий удар Вот это заруба! На! Помаши в камеру, победитель! Бобр, красавчик! Напиши один чат А так как желающих участвовать было довольно много И не у каждого было время, чтобы дождаться своей очереди Мы решаемся запустить всех бойцов в один раунд О, я сейчас буду среди участников Слышишь, сверху кто-то откроет, есть ещё двери Вы можете разбежаться по всей территории арены И на крышу, и куда угодно То есть, и за крышу То есть, сейчас все, каждый сам за себя будет Если вы стоите толпой, вас убьют, скорее всего Всё, все готовы? Погнали, ребят, поехали, поехали! Началась заруба, началась! Ха-ха! Нифига тут жесть вообще происходит На! А, меня хотят зарубиться! Они на лошадях! О! У Джаггери! Но! Это Монтэн Блэйд! Слушай, это Монтэн Блэйд! Не, ура! Подними, брат! Не дам! Меня убили! Нет! Не все гладиаторы пережили эту битву. Но эта битва была легендарной. И такие голодные игры мы проводили стабильно. Как только наступила ночь и мы расставили костры, мы были готовы к еще одному раунду. Три, две, одна, поехали! Четыре счастливчика получат ДЮС. Попробуй! Он меня убил нафиг! Давайте, давайте! Заруба нафиг! Это очень жестко! Еще много выживших? Я вижу много выживших! Отлично! Я был рад провести такой ивент не только для игроков этого сервера, но и для подписчиков из моей телеги. Поэтому открою вам тайну. Каждый из вас, кто хочет поучаствовать когда-либо в таких движухах, заходите в мой телеграм. Именно там и был анонс об этом ивенте. Мне кажется, каждый гладиатор запомнит эту движуху еще надолго. Но это не конец нашей истории. На этот сервер я вернулся через три дня. И за это время очень многое изменилось. Например, мой дом был полностью зарейжен. Я не знал, кто это сделал, но у меня были свои догадки. Фармить заново было просто бессмысленно. У меня появилась идея получше. Поэтому я хочу спальников накидать и полностью закудрейдить их дом. Мне кажется, это топовая идея. Но блин, с этими КД на таймер это, конечно, будет сложно сделать. Блин, Илюха, слышишь? У меня, короче, есть план. Но мне холпа нужна, я фиг один это сделаю. Че именно? Заходи. Мы не закончили, значит, а тему со спионажем. Я сейчас раскидаю спальников и попробую взломать их базу. Потому что, ну, фармить на их дом, такая себе история. Агент Илья, ты где? Ай, тут турель. Ай, турель, нафиг. А еще одна турель, блин. Я умер. Какая комбинация частая? Давай двойка, допустим, это и ДЛ будет. Или на цифру 2 часто пароли ставят. Я буду гадать на... Блин, 7 или 8? 8 или 7? Или 9? 7, 8 или 9? 9. Ты девятку будешь гадать? Да. Да... Просто 2-0-0-0, 2-0-0-1, 2-0-0-2, 2-0-0-3, 2-0-0-4 и так далее. Только надо спальников накидать. Мы с моими агентами распределились по цифрам. Кто-то гадал цифру 2, кто-то гадал восьмерку, а кто-то гадал девятку. По большей степени мы начинали с конца. В этот же день я сбегал на место, где стоял домик Кракена. Его тоже полностью зарейдили. Походу Кракена выселили за ночь. Помнишь того добряка, блин? Слушай, парень... Все из-за меня! Ха-ха-ха-ха! Они были дры... Блин, жалко, слышишь? Жалко вообще их. Ну я знаю, мы им отомстим по-любому. Я буду еще нафиг 3 дня гадать пароли, чтобы их взломать. Я чувствовал свою ответственность за то, что Кракена зарейдили. Он был добрый парень, и я хотел за него отомстить. 9-9-9. Отлично. Мне бы сюда моих гладиаторов. Но... Чё толку, если двери блочатся? А типа там как? Я чё-то не помню, как их там... Кудры здесь, чтобы они не заблочились. Никак. Они будут блочиться. Тут в сторону той базовым ВК-сетчик какой-то побежал. Слышишь, да? Откуда? Ммм... В6. В6? Впереди нас ждал самый опасный и увлекательный контент. Подбор паролей. Ну что, ваши ставки. Как это долго займет? Ну, сколько времени? Он дожит прямо в эту сторону. Блин, может подожди, это хозяин дома? Вижу, нет, он убегает. Окей. Он убегает. Нормально. Работаем. Понял. 8-7, 8-9. Блин. Чё, Илюха, много комбинаций уже прогадал? Через полчаса уже будет 100. Через час уже будет 200. Через 3 уже 400. Ладно, 300 комбинаций, фиг с ним. И считай, что мы взломали их пароль. Потому что 3000... Я Гантрап, по-моему. Ну, 3000 комбинаций, в принципе. И ещё потом останется 6. Ха-ха-ха. Ха-ха. Звучит очень весело и интересно. И я думаю, что у нас получится. Блин, я уже сбился. Чё-то мне кажется, что это нереально уже. Агенты, как у вас дела? Тихонечку утомляюсь. Но продолжаю идти по комбинациям. Ха-ха-ха, я вижу. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Это ты? Блин, ты чё пугаешь нахуй? Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Короче, гадаем, пока не угадаем. Других вариантов у нас нет. Почему у него пароль не 8-8-8-8, нафиг? Зачем ставить какие-то странные пароли, которые взломать нереально? Вообще несправедливо, нафиг. Там, наверное, ресов вообще жесть. Они с меня только ресов много забрали. Ты всё ещё считаешь, что это хорошая идея? Я не сдамся. 8-8-5-8. 8-8-5-7. 8-8-5-6. 8-8-5-5. 8-8-5-5. 8-8-5-4. Илья, нафиг! Илья! 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 Я ломанул нафиг его базу! Не-не-не-не, конечно, давай. Подожди, стой. Подожди. Ты меня троллишь. Я взломал их магаз или что это за фигня вообще? Ты меня троллишь. Ты где? Ты где, Илья? Ты где, Илья? Ты где, Илья? Я бегу со спальника. Тут аккумуляторы какие-то. Да-да-да. Ты что, не веришь мне? Да-да-да-да-да. Давай-давай, рассказывай, рассказывай. Спустя огромное количество времени и попыток, мы уже не верили в то, что мы сможем взломать. И поэтому Илюха думал, что я обманываю, что я не угадал пароль. Какой я пароль говорю? А, тут есть последний. Илья! Слышь? От их базы пароль подошел. Но тут как будто все пусто. Я открою вам ВК-дверь. Можете демку включить? Или ты беги сюда. Тут Эмиль спит, слышь? Тут Эмиль спит в доме. У них тут, прикинь, везде МВК-дверь нафиг. Тут 4 чая на фарм есть, слышь? Тут ящик берданок. Они походу даже бункер не застроили. Я тут, я пароль не помню. Ты че убираешь? Ты убираешь? Ты че думал, я тебя скавлю что ли? Да. Заходи, заходи быстрее. Ты дурак? Заходи, слышь, закрывайся. Это че такое? А пароль какой? Ты не помнишь? 8-8, может 5-5 или 5-4, короче. 5-5, наверное. 5-4, наверное. 8-8, 5-4. Ты дурак, блин, как ты? Подожди. Что-то они выглядят, как будто их зарейдили нафиг. Нет, тут шкаф стоит. На самом деле их дом был максимально странным. Он выглядел так, будто бы их кто-то за эту ночь зарейдил. И они восстановились. Тем более здесь, судя по всему, витрина не должна была находиться. Посмотри сколько здесь стволов, слышишь? А там есть что-то? Как наверх попасть? Так, я на крыше. Тут чайные столики. К удивлению, этот пароль подходил еще и к магазину, который стоял рядом. Заходи, закрывай, закрывай дверь! Что там, что есть? ПНВ-шка? Серка? Я умер. Стой, я знаю, что надо делать с этой турелью. Что делать с этой турелью? Давай разбивать как-то. Для чего мы можем с ней сделать сейчас в ближайшее время? Забайтишь я открою дверь. А, стой! Пробеги! Закрывай дверь! Закрывай, 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 быстрей! Быстрей! Да не ту! Не ту! Может ты встанешь? Сможешь попробовать поднять меня? Хороший! Хороший! Давай! Поднимай, поднимай! Ты готов еще одну увидеть? Ооо... Гантрап! Стой, не надо! Он пустой что ли? Да. А они что, все подеспавнили? Я не знаю. Еще гантрап? Ооо! Ооо! Вот это мне нравится О, тут репорок есть Это конченый бункер Это конченый бункер, Илья Я выключил турель Нафиг они бункер застроили, они все заруинили нам Теперь нам нужно было придумать, как продолбить этот бункер Ведь именно там, скорее всего, они и хранили все ресурсы От фермы, которая стояла неподалеку, пароль не подошел Нет Нет? Не может быть У них что, в ферме другой щел живет? Походу Но ничего страшного, ведь у них была вторая ферма, от которой у нас были пароли Тут есть ресики Тут шкаф Ой, нифига себе, слышишь? Так тут офигеть, сколько растений Тут тыквы миллиард Короче говоря, мы все это время потратили не зря У нас наконец-то появились ресурсы И появилось все, чтобы наконец-то их дорейдить И отомстить за Кракена Я отправляю агента Идео на фармсеры А сам начинаю долбить металлический фундамент В надежде, что мы за этим фундаментом найдем другой металлический фундамент Который приведет нас к бункеру Илюха, беги ко мне Нас ждал долгий и очень увлекательный контент Металл нафиг В ближайшее время все, что нам оставалось сделать Это наплавить серку, которую нафармил Идео Чтобы наконец-то дорейдить их бункер О, все СН4ХП есть Но пока мы всем этим занимались Зашел владелец этого дома Кто подошел к двери и нажал на подлог Подбирать пароль не получилось Не получилось снова Слышишь, Дим? Реально? Да, да, да Может, это хозяин дома? Может быть Готовься, готовься А, понял, понял Кто там? Поговори с ним, поговори Слышишь? Как его? За мать Пароль, короче на самом деле я впервые встречаю такого человека который будет угорать подобной ситуации и честно говоря в моменте нам даже стало неудобно то что мы заруинили им дом поэтому я с ним решил немного поболтать это тот самый лахма который строил вышку дверь-то наша дверь-то наша ну пароль не подходит подожди у вас есть что-то в этом многое мы многое в этом мы просто ракеты крафтим чтобы посмотреть что-то в бункере чтоб пробахать вот а а в этом да нет да нет мы все мы все слили короче там я там бомбчиком отдал все есть вот тут есть иди сюда иди сюда вот видишь вот это витрыны видишь на вас рейдили что-ли да рейдили я задавил эту хату короче я у них ракеты забрал а где ракеты лежат а то их немного вообще иди они ракеты ну чисто из интереса у нас у нас вообще нету ракет прикинь реально ну иди сюда иди сюда со мной иди да 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 реально мы все свете отвечаю а кракена вы зарейдили да да зарейдили я не знал что они его видят за что вы зарейдили бедного кракен короче мы мстить решили мы решили вам мстить чисто из-за того что вы его бакнули короче на не надо да буду действовать и жили ведь и хотели зарядить вот как дочери которые короче которые на x 11 из которые они пришли полностью окружили нас и не дали зарядить этих пацанов мы зарядились до шкафа но не смогли оттуда выбраться понимаешь я тебе честно скажу у тебя просто персонаж тупо просто идеально подходит под твой голос вот честно прям он такой реально топовый просто нам уже нечего было скрывать и мы решаемся вместе с ним зарейдить их шкаф погнали вместе забахаем ваш шкаф это мы там фундамент бурили как бы не зря же ну конечно иди-иди-иди сюда иди сюда тут еще серки есть немножко не не уже не надо все там 8 ракет все надо пойдем покажу мы тебя ремонт сделали в доме но это за кракена и почему ты за кракена почему потому что он добрый мужик был вот он меня кинул он тебя не кинул это я его обманул он-то на самом деле был максимально обманул честного честного чилика почему честного честного добрый к добрый к потому что я послушал ваши разговоры вы меня тогда убили я короче когда проник вам на мышку я я получается обманул его и сказал что типа это моя вышка я у него на глазах двери открывал да 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 забирай нет тут сейчас прикол будет в том что мы походу не достанем этот лут как я полагаю да а ну тут 22 ящичка всего там ничего нету и тут я ему рассказываю как все было на самом деле и почему кракен встал на мою сторону короче я то думаю че он стреляет по нам короче он такую лапшу типа он не говорит что типа ты тебя за кадре дали его короче он он говорит ты стоял за как за конем короче с ножом ты короче меня убил тот момент защитил тебя короче он говорит защитил меня короче ты ты защитил его короче ким басни говорит это все делал я прикинь я ему типа обещал защиту я обещал все ему короче тут всем а все один один миг у меня всего нету понимаешь и это и и самое интересное ты такой тип навел на на в угар наш клан наш день нашу деревню понимаешь они такие вообще мне чтоб ты понимал кракен насколько хороший был он мне даже дал пароль от своего дома говорит есть тебя зарядят типа приходи я тебе авторизовал там шкафу везде авторизовал короче дал мне пароли я у них в доме мог бегать там верстаки у них крафтил короче кракен вообще хороший мужик был чтоб ты знал у нас по знаешь какой был изначально помнишь помнишь я коптер хотел украсть у тебя в тот момент у нас конкретно уже план был короче тебя зарядить тебя стефана и снизу которых и всех подряд в тот момент у них у них или они у меня у меня у самого не у меня самого просто у них за того что ты убил шестерых понимаешь такая в такой момент и они хотят тебя полу полностью в шкаф забахать просто и все ну спасибо вам огромное за вайп если что знаете крайне за что не за что кракен был всего лишь моей знаешь скажем так разменной монетой которая случайно попала под обстрел между двух огнями любом случае так что если вы когда-то его увидите не держите на него зла а может ли окастри концовка я вас двоих убью просто могу я тело биты давайте я всех убью на это я конкретно в щеке по потому что представь левый тип приходит челик приходит отбирает у него сюда и отбирает у меня просто вышка которая хочу построить и стрелять по ну руф кемперством заниматься хочу мне уже не интерес уже уже не интересно было короче рейдит там туда-сюда просто стоят на то там и стрелять просто ссылки вот такой был не на видишь получается я зачистил этот сервер от зла это был злой поступок да и у и тот момент когда вы там в хате короче построил я хотел бахнуть быть ты на три шага вперед думаешь но ничего все пойду монтировать всем если что большое спасибо спасибо тебе спасибо тебе я думаю мы с вами когда-то может быть тоже вместе сыграем и сделаем какой-то хороший бир по любому и если вы хотите чтобы я объединил всех участников этого ролика воедино и мы сняли с ними что-то поистине легендарное то обязательно ставьте лайк и кракен если ты когда-то увидишь это видео то знай я всего лишь соло игрок и ничего плохого вам сделать я не хотел но это была моя история о шпионах знаешь вся эта шпионская тема очень хороша чтоб манипулировать своими врагами но черт возьми рил я и знать не мог как я привяжусь к этим добрякам из записок великого шпиона сира гладиатора ролик посвящается в память кракену и его другу ттм быть может когда-то мы с ними еще увидимся но это будет уже другая история Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok